Всем привет дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Севирь. Сегодня у нас будет историк, будет колода от подписчика, точнее подписчик попросил меня проверить, протестить эту колоду. Сразу скажу, что колода не моя. Она взята за образец у другого ютубера, ссылочку я обязательно оставлю в описании, чтобы не быть голословным, где вы сможете посмотреть на оригинал этой колоды. Я ее немножечко под себя подделал. И вот такая вот комбо колода, убийство на второй ход у нас получилось. То есть, по идее, эта колода может убить на второй ход. Если у нас хотя бы раз получится такое сделать, я буду очень счастлив. Колода очень нестабильная такая, но интересная. Давайте смотреть. Четыре злокозненных симметрии. За одну ману мы выбираем двух целевых игроков. И каждый из них ищет в своей библиотеке карту. Затем-то суть библиотеку, кладет эту карту наверх. Вот. Основа колоды это, конечно же, приспешник могучего. За одну ману 0.1 с угрозой. А если он атакует и сила всех атакующих суммарная существа равна 6 или больше, мы можем положить карту дракона из нашей руки на поле битвы, повернутой и атакующей. Чтобы он стал с силой 6, у нас есть 4 копии привести в ярость. За одну ману плюс 3, плюс 2 дает. Есть 4 копии исполинского роста. За одну ману дает плюс 3, плюс 3. Либо есть 4 копии взрывного роста. За одну ману целевой существо становится 6-4. Вот так. То есть мы на первый ход ставим приспешника могучего. На второй ход в идеале делаем его силу 6. И идем в атаку и кладем какого-нибудь из дракончиков в игру. Плюс у нас есть лапка желаний. Чтобы мы могли искать части комбы в колоде. Она выходит с тремя жетонами. За думанную этап мы удаляем жетон желаний с лапки. Находим в нашей колоде карту. Кладем ее в руку. Затем тасуем библиотеку. И передаем эту лапку оппоненту. Есть 3 копии грозного детеныша. Чтобы он немножечко удешевлял наших драконов. Если в другом случае мы не смогли найти какую-то часть комбы. Или нам просто убивают приспешника могучего. Мы можем просто драконов кастить. Есть 3 копии ужаса горы Велус. За 7 ман и 5-5. С полетом с двойным ударом. Когда он выходит на поле битвы. Существа под нашим контролем получают двойной удар до конца хода. И это ГГ. Если мы на второй ход делаем его 6-6. Идем в атаку. Кладем с руки ужаса горы Велус. Он получает двойной удар. И приспешник могучего получает двойной удар. И это атака на 22. И ГГ. 3 копии дракусета. За 7 ман и 7-7 с полетом. Когда он атакует. Наносит 4 повреждения любой цели. И под 3 повреждения. Каждый из них более 2 других целей. Есть 3 старые кустигрызки. За 7 ман и 7-7 с полетом. Каждый раз когда существа под нашим контролем. Наносит по боевые повреждения игроку. Мы создаем такое количество фишек клада. И тогда мы можем любых наших драконов разыгрывать из руки. Вообще в принципе. Есть одна копия воскресшего сабли крыла. За 7 ман и 4-4 с полетом. Когда он выходит на поле битвы. Мы можем вернуть свою карту. Мерманета дракона из нашего кладбища на поле битвы. И 3 копии Тиамат. За 7 ман и 7-7 с полетом. Когда она выходит на поле битвы. Мы смотрим. Мы ищем не более 5 карт драконов. С различными именами в нашей колоде. И кладем их себе в ручку. Вот такая вот, друзья, колода. Если она выиграла, то выиграла. Второй ход. Если не выиграла, то считайте, что проиграла. Тут других вариантов нет. Это очень фановая течка. Давайте попробуем ее затестить. На самом деле. Сколько бы я ее не тестил. У меня получилось 2 или 3 раза ей выиграть. Но это было эпично. Поэтому давайте, друзья, попробуем поиграть. Ну, а вы, конечно же, подпишитесь. Поставьте лайк и оставьте комментарий. Мне будет очень лестно, если вы это сделаете. Это поможет мне в продвижении канала. И да, и не забывайте, конечно же, поставить колокольчик. Тогда вы не сможете, не будете пропускать новые видео и стримы. Которые в скором времени я возобновлю обязательно для вас. Как только я немножечко разгружусь. Ну, я очень, если честно, надеюсь, что у нас получится хотя бы раз эту камбу реализовать. Это будет просто очень прикольно. Очень эпично. Я никого ни в коем случае не призываю собирать такие колоды. Потому что этой колоды на Доданик нет. Но если уж очень хочется, то можно. Так, вот смотрите. Вот у нас нету. Главной составляющей части, даже двух составляющих главных частей нашей колоды. Есть лапка желаний, в принципе. Есть грозный дитё, он нужен. Давайте попробуем. Не уверен, что у нас получится. Давайте начнёмся такая вещь. В этой деке нет ни ремувала, ничего. Есть только комба. И всё. Мерфов. Ой, у нас сейчас будет очень быстро и очень мощно пинать. Ладно. Давайте за... чёрную. Лапка желаний. И ход. Если сейчас не убьют на четвёртый ход, то может быть мы сможем выиграть, хотя что-то сомневаюсь сейчас. Такой мерфок на три атака, да? Мерфоки, кстати, сейчас достаточно сильные. Ну вот, плохо. Ну давайте, активируй способность. Найдём себе приспешника. Поставим приспешника. И давайте... Симметрия. Найдём себе то, что делают нашего 6-4. Вот эту вот. Взрывной рост. И на топ-дек её. Угу. И на топ-дек её быстренько. И ход. Ну и мы сможем сейчас поставить Тиамат, в принципе. Такая рыба. Жёсткая атака на 7, но нет блоков, конечно же. Следующий ход нас убивают. Ну давайте взрывной рост. Сюда. И вот сейчас баунсит мы сливаем. А, неудачь чердей поконтрили. Ну всё. Вот и всё. Да? Первую игру слили. Ладно. Давайте вторую. Ну даже если бы мы сейчас поставили Тиамат. Лучше бы это был Дракусет, скажем так. Тиамат не так решает. Или Костегрызка. Чтобы делать фишек. И уже потом поставить Тиамат. В качестве блокера. Ладно. Давайте следующую. Сложная комба. Сложная её реализовать. Потому что действительно сильный сейчас историк. Чего уж тут говорить. А комба такая. Не пришло всё идеально на руку. Можно даже сдаваться. Так. Ну вот снова, да? Та же самая ерунда. Давайте поставим. Ладно. Та же самая ерунда. И, видимо, Моноред. Фигово. Проходим. Я не знаю вообще, с Моноредом есть толк. Нету. Тягаться. Нам просто будет нашего Дракончика убивать каждый ход. За приспешника. Не очень стабильная колода. Если честно. Так. Третья лапка. Спасибо большое. А! Мы играть не можем. Ладно. Давайте. Давайте следующую. Мы даже сыграть не можем. Точно. Что-то перепутал землю немножко. Немножко перепутал землю. Я уж думаю, может, мы с Огрозным Детелом что-нибудь ремовал положить хоть чуть-чуть. Или какой-нибудь протекшн. Такой-нибудь давайте там жетон. Можем потише немножко. Ну давай, давай колода. Надо, чтобы хоть раз сегодня получилось выиграть ей эта комба. Я делал видео только по просьбе подписчика. Больше ни по какой. Но я говорю, что эту колоду собирать не стоит. Если только вам совсем уже скучно варенье и вам хочется дико пофаниться. Вот что делать против Монореда? Да ничего не сделаешь против Монореда. Это надо, чтобы такая была идеальная рука. Чтобы ты реально мог этой рукой этой рукой этой рукой вчера. Давайте кипнем, попробуем. Не знаю. Надеюсь, что все получится. Потому что все как бы для этого в руке у нас есть. Наш оппонент очень долго думает. Привет. Твой ход. О, это же моя старая любимая, самая любимая карта. Здесь все интерактивное, где можно горгулей крылья оторвать. Обожаю эту карту. Мне просто интересно с картой даже это повзаимодействовать. Вот какие-то, видите, такие приколюхи всякие разные. Так, пержащит интересно. Ну, давайте тогда за красную. Исполинский рост сюда. Привести в ярость сюда. Атака. Теомат в игру. Ну, второй ход. Ищем пять драконов. ПМС семи. Если на Теомат все еще ход не убивает, то это будет... А, Теомат же не разыгралась. Теомат не разыгралась. Мы не ищем пять драконов. Ну, просто тупо атакер на семь. Да? Просто тупо атакер на семь. На самом деле, если нам сейчас все побаунсят, то мы снова будем в пролете. То есть все. Или побаунсят, или убьют. Ну, походу, нет. Ну, может, там баунс, конечно, есть за одну манку. Почему бы и нет? Почему бы ему и не быть здесь? Так. Теомат лучше, конечно, подтикать тигрызку. А, все, окей. Нормально. Ну, в основном, вот так вот эта колода примерно и работает. Вот так вот эта колода примерно и работает, друзья. Ну, надеюсь, что вы это увидели. И оцените мои старания и то, что я ни одну карточку сюда скрафтил лайком, подпиской и комментом. Под декой. Следующая. Так, окей. Сейчас нам что нужно? Нам нужно все то же самое, что и в прошлой игре. Нужно найти части комбы и реализовать их самым лучшим образом. Как у нас получится. Так. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Если получится, то будет все просто шикарно. Приспешник. Красненькая. Надеюсь, не умрет. Зеленая. Хочу. Атака. Да, мне тоже нравится. Налови Дракусета. Бам-бам. Ходи. У него тут драконии такие кармашки. Прям. Прям драконии-драконии. Аж дракон дышит, он огнем. У него тоже, по-моему, такие есть. Ха-ха-ха. Ай, е-мое. Что делать с Дракусетом на второй ход, да? Да нифига. Просто нифига. Жесть. Жесть, 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 жесть. Я же, слушайте, что-то начал скучать по моей колоде на драконах с перфором. Такая она была. Интересная. Может, собрать такую, что-то такое снова? Было бы очень круто. Моноред контроль. Биг Ред. Ну, следующий. Это, наверное, самое быстрое будет мое видео за всю историю канала. По-моему, даже карточки мифические в сайте обозреваю медленнее. Ничем для самой катки. Ну, скорее всего, сейчас проиграем. Я просто что-то так не уверен в этой колоде. Прямо так вот не знаю. Нет у меня уверенности в ней вообще. Тоже, конечно, такие шикарные раздачи. Это прям удача. Грамбель-вамбель. Окей. Ну, вот о чем я и говорю. Ну, ладно, давайте попробуем. В любом случае, это не повод задаваться. Давайте попробуем. Может, получится что-нибудь. Всякое же бывает. Да, Грамбель-вамбель? Вот прямо без комбы. Вот просто тупо с грозным детенышем. Может ли эта колода убить с помощью грозного детеныша или нет? Тупо удешевляя наших драконов. Давайте. Такая вещь. Ходи. Грамбель-вамбель. У них такой интересный еще. Детеныш. Что, баунс? А, рассмотрение. Окей. Я думаю, что мы дракуси-то, наверное, будем уменьшать стоимость. А, он всех уменьшает. Окей. Все. Отлично. Итерация. Хорошо. Значит, возможно, что еще на один все-таки уменьшится стоимость. Так. Гробница. А, так. Конец хода. Это уже стоит 5, этот 6. В принципе, неплохо. Тоже 6. Еще пару ходов, и можем этих будем уже кастить. А, волшебство. Извиняюсь. Ну да, не получилось. Ходи. Волшебство, да. Трескучий дыры. Хорошо. Подроллся. Пас. Мой ход. А, нормально. Все пока нормально. Ужас. Ходи. Дабл страйк, все дела. Ходи. Тоже, кстати, хорошее. Разменялись. При этом каждый раз, когда вы разгрызли, будет, пока она снигает, четырех типов карт, в полет. Окей. Окей. Хорошая проводница. Хорошее буйство. Так. Далее. Атака. Ну да, разменялись. Давай-то еще один. Че бы нет. Пусть будет два ужаса с горы виллуза. Ходи. Эти атакуют каждый ход, если могут. пускай атакуют. Че там скинул. А, феникс. Окей. Че он сейчас играл? Че такое? Че произошло? Ни храни понял. Угил дракона, типа, да? Ладно. Атака на шесть. Давайте взрывной рост. Хочу. Давайте далее. Атака. Ах ты, сволочь. Ну да. А тут мы уже ничего не сделаем. Вообще-то странно даже, что порох эфира в мейне лежит. Очень странный выбор. Ну ладно. В принципе, если у нас какие-нибудь были карты защиты, то мы бы могли спокойно даже, наверное, реализовать этого ужаса, да? С горы велус. Видимо, да. Ну ладно. Давайте последнюю сыграем сегодня. Блин, прям порыв эфира неожиданно в мейне встретить. А что ты будешь делать против черной колоды? С этим порывом эфира и че с ним делать ты будешь? Сидеть и че делать? Непонятно. Выбор карт. По-моему, Into the Royal намного лучше. Into the Royal. Там можно либо побаунсить, либо побаунсить с забором. Ну то есть. Не знаю. Ну ладно. Давайте следующую. Последнюю. Ну и конечно же мои дорогие лайк, подписка, комментарий. Если хотите, то еще и донат. Буду очень рад вашей поддержке. Ссылочки на донаты есть внизу под роликом. В описании. Yellow. Окей. Так. Ну это из разряда предыдущей руки. Я не буду вставлять. Нам нужны хоть какие-то части комбы. Так. А. Ждите-ка. Диамату берем. Гробницу берем. О, отлично. О, отлично. Заплатить. Приспешник. Ходи. Так. Так. Пятигробница. Пятигробница. Бам-бам. Пятигробница. Симметрия. Найдем себе каждый по карте и положим ее на топ-дэк. Так Еще один взрывной рост себе возьмем Найдем точнее на топдек В случае чего еще одного дракусета положить Если этот дракусет сейчас уйдет Правильно? Надеюсь, что да Потому что его собака куда-то убежала Собака должна быть Хочу Даже если хелис не спасет Все, окей Друзья, ну такая колода 50% винрейта получилось Спасибо большое за просмотр Надеюсь, что оно вам хоть немножко понравилось Подняло настроение Ну а с вами как всегда был Дима Канал МТГ Сибирь Всем удачи Пока И хороших топдеков